Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, в Центральном Дворце Культуры провели активисты Болодой Гвардии Единой России. Фотовыставка, организованная здесь, рассказывает о событиях, происходивших в ходе специальной военной операции. На снимках запечатлены тяжелейшие испытания, с которыми столкнулись жители ДНР и ЛНР. Фотография сделана в Мариуполе, в гуманитарном центре. Это была весна, как раз был кик освобождения города. Снова Мариуполь, май прошлого года, разрушенный храм, собор. Вся гражданская инфраструктура Мариуполя была разрушена практически. По данным министра строительства Московской области, который занимается восстановлением, в том числе Мариуполя, разрушена более 97% мирной инфраструктуры. Здесь очередные последствия обстрела. Девочка Ира. Девочка Ира в этом году закончила первый класс. Мы увидели эту фотографию, точно так же ее выложили. И потом нам попалась фотография этой же девочки Иры, но только на 1 сентября в Мариуполе, на линейке, с бантами, красивая. Молодые гвардейцы собрали фотографии детей, погибших под обстрелами. И портреты военнослужащих, награжденных правительственными наградами за героические действия в ходе СВО. Собравшихся поприветствовал депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Он напомнил всем присутствующим о необходимости сделать все, чтобы такое страшное явление, как нацизм, навсегда исчез из нашей действительности. Не должно остаться даже воспоминания об этом страшном явлении, которое сегодня, как мы видим, расцветает махровым цветом уже не только на Украине, но и в странах Европы. Уже все на это закрывают глаза, как в беспамятстве, забыв о Великой Отечественной войне, забыв про те же бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Так что сегодняшний праздник, День нашей России, это еще один урок истории, который мы все, я считаю, должны знать на отлично. Для гостей Дворца культуры был организован концерт. На нем молодогвардейцы читали стихи, с художественными миниатюрами выступили участники хореографической студии «Лукоморье», прозвучали патриотические песни. Россия – это мы, это ты и я, Россия – наша гордость, твоя и моя. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.